Слава нашему Богу! Молитесь, потому что мне восстановительный процесс идет очень медленно. Я много времени воздерживался, чтобы выходить, говорить Слово Божие. Брат Ваня предложил, несколько раз предлагал. А теперь решился, пусть Бог благословит вас всех и направит наши мысли и суждения в правильное русло. Я хочу напомнить места Писания, которые всем хорошо известны. Просто пройтись по ним, напомнить, дать определенный смысл, сделать правильный вывод нашего присутствия на этом служении, чтобы имя Господне прославилось и нам было это в радость в душе нашей. Я напоминаю второзаконие, 16 глава, 3 стих. Забыл очки вытянуть. Со второго начнем. Ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия твоего из земли египетской во все дни жизни твоей. И как мы знаем, свидетельство народа Божьего, народа еврейского, они совершали эту Пасху. И пожилой человек в семействе говорил о тех событиях, которые происходили в свое далекое время в Египте, как они пережили эти трудности, как во время того, что Моисей, когда родился перед его рождением, фараон повелел народу египетскому высматривать, если родился мальчик, то его нужно было утопить в Ниле, в реке. Это бедствие пережито, и они рассказывали, как трудно было им находиться, потому что они, в конечном итоге, фараон довел их к рабскому служению, рабской работе в той земле. И они пересказывали своим детям, и даже до сегодняшнего дня вспоминают и помнят то, что было в Египте, и то, что сделал Господь. И эта Пасха им говорила, ежегодно напоминала, 14-й день месяца Ниссана по еврейскому календарю, они собирались и делали такой вечерю, и в течение ночи они должны были съесть этого печеного ангца и радоваться о том, что Бог сильной рукою вывел их из земли египетской, из земли рабства. Слава нашему Богу! В свое время также происходило пленение, пленение в Вавилоне. И вот 136-й Псалом с 3-го стиха и ниже. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, притеснители наши, веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой, гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего. Также люди, народ Божий помнил, это пленение в Вавилонском, в Вавилонском, империя Вавилона. И также они старались помнить те благоприятные дни, в которые они жили в Иерусалиме при благословении Божьем. И они вспоминали, помнили те дни и говорили, наверное, своим потомкам, своим детям, внукам, что так Господь допустил. И в свое время при царе Кире они вышли из Вавилонского плена и построили себе храм, обжились и помнят эти события. Также люди Израиля помнят о том праздник, называемый Пурим, который произошел в то далекое время при пленении во время Есфири и Мардахея, через которых Бог явил свое спасение. Аман, злобный Аман, восстал. Этот потомок Амалика хотел совершенно уничтожить народ Божий. Замыслил эту мысль, и народ получил избавление чудным образом, повернулось все эти обстоятельства. И народ Божий помнит это, потому что Бог совершил то спасение, что дети, внуки остались живы в том плену в Вавилонском, но вышли и выжили. Слава нашему Господу! Поэтому я думаю, что всегда направлено Слово Божие, чтобы мы не забыли. Не забыли. Я прочитываю шестую главу Евангелия Теана. Здесь повествуется чудным образом, как Господь накормил пять тысяч человек от одного хлеба и нескольких рыбок, и нескольких хлебов. И Господь совершил это. И напоминается здесь на другой день. То есть, Господь повелел ученикам переплыть на другую сторону Генестрецкого моря, в сторону Капернаума. Они были на восточном берегу озера, переплыли, и люди, которые там находились, видели, что ученики только сели в лодку и направились. А Иисус ушел на гору помолиться. Но когда прошло время, они обнаружили, что на том месте, где они ели хлеб, нету Иисуса. Они взяли лодку, переплыли в сторону Капернаума и нашли его там. И спросили, как ты, Раби, пришел на это место? Но Христос не объяснил им. То знамение, то действие, которое Бог совершил, было направлено для утверждения веры учеников. Он шел по воде, вошел в лодку, и они пристали к берегам, недалеко от Капернаума, и вышли оттуда. И люди, узнавшие, рассказали, и опять собралось много народа к Иисусу, чтобы слышать Слово. Между... Господним. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то, вошли в лодку, приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И нашедшие Его на той стороне моря сказали им, Раби, когда ты сюда пришел? И Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. И во всех тех воспоминаниях, которые было в народе Божьем, была одна основная мысль, чтобы они помнили Господа, Избавителя, Спасителя, Который вывел их из Египта и дал такое чудное освобождение. И многократно Слово Божие напоминает, и Павел в свое время говорил о том, Тимофею, говорила, влагая ту мысль, которая, ну, касается нашей души, касается чувства, говорит, «Помни Господа Иисуса Христа, семья Давидова, воскресшего из мертвых по благослованию моему». Это касается нашей души, потому что многие понимают, что душа состоит из воли, чувства и знания. Все это должно быть содействовано, и Господу очень ценно эта составная души человеческой. И поэтому, чтобы мы могли помнить Господа Иисуса Христа. Филиппийцам, Филиппийцам, третья глава, Павел напоминает, дает такое направление, понимание, чтобы мы могли прийти к правильному выводу, что нам нужно делать, что нам нужно. Восьмой стих, третья глава и ниже. «Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Так он вспоминает о своем обращении к Господу Иисусу Христу, будучи раввином, будучи послушным тем установлением, которое было в народе израильской в то время, знавший Тору, знавший также Талмуд, все эти правила знал, но когда и то, и он в этом преуспевал, но когда Господь ему открылся, он никогда не забывал тот день, когда Господь его встретил и говорит, «Я все оставил, я это помню, я знаю, что сделал надо мной Господь». И повернулся повернулся на 180 градусов, он ушел, можно сказать, в Дамаск, обратился и принял Иисуса Христа, пошел в обратную сторону, в сознании своем, в понимании своем, в сознании, в знаниях своих, в чувствах души своей, повернул волю свою для того, чтобы подчиниться Иисусу Христу. И он это помнил, как Бог повелел народу израильскому, во все дни свои помни, помни. И Господь благословил его 10-й особенностих, чтобы познать, каким образом приходит это познание, чтобы познать его, и силу воскресения его. Все мы познали силу воскресения его. Когда мы покаялись, пришли к Богу, это говорит о том, что Иисус жив, Он воскресший, и сидит одесно Бога Отца, и мы в это приняли, прочувствовали своей душою, уверовали, укрепились этим познанием о Господе, направили свою волю к тому, чтобы прославлять нашего Господа, чтобы возблагодарить Его за то, что Он сделал для нас, открылся нам, снял с нас такую тяжелую ношу на плечах. Кто, может быть, испытывал, я лично испытал то, что, какая легкость пришла, как Господь чудным образом открылся, что Он живой Бог, снимает такие невидимые тяжести, которые лежат на душе человека, и человек приобретает крылья, летит, радуется о спасении, слава нашему Господу. И вот говорит о том, чтобы познать воскресение Его, потом участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, в страданиях Его, когда мы понимаем, что Господь совершил на горе Голгофе вообще во всей своей жизни, если прослеживать Его действия, особенно с того, когда Он вышел на служение, как много Он сделал, как много всего, а самый заключительный момент о том, чтобы Он, как 26 глава Матвея пишет, 26 стих, что Он пролил кровь за всех. То есть, эта кровь имеет определенную силу. В каком смысле? В том, если мы верим, что Иисус умер и воскрес. Если мы осознаем, что это акт, который Он сделал, является спасением для меня, и не только для меня, но для всех, всех, которые принимают Его верою, верою познаем, верою приходим к Господу. Но мы встречаем обстоятельства, такие, которые записаны в Коринфянам первой главой, то есть одиннадцатой главой, такие слова, которые показывают нам, как должно, как мы должны анализировать себя, как мы должны смотреть на эти вещи, которые Господь предлагает нам. Одиннадцатая глава, давайте семнадцатого стиха, но предлагая это, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разногласия, чему отчасти верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так, что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете немощных? Что сказать вам? Похвалю, похвалит ли вас за это? Не похвалю. И проблема Коринфицкой церкви была то, что примерно то, что случилось с Иисусом на Генесаретском озере, когда люди искали его с одним таким чувством, что они очень хорошо покушали, и в то же время бесплатно он может делать чудеса, и Христос отметил то, что вы ищете его меня, потому что ели и насытились. Проблема Коринфицкой церкви была в том, что они не помышляли, не имели той веры глубокой, которую должно испытывать человек, когда приходит к воспоминанию о том, что Господь сделал для него. Господь сделал для церкви своей. И Господь предупреждает и говорит о том, здесь Павел напоминает 28 стих. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба этого, и пьет из чаши этой. Ибо кто есть пьет, и пьет недостойно, тот есть и пьет о жужжении себе, не рассуждая о теле Господнем. Я думаю, что здесь очень уместно задать вопрос, кто достоин? Кто достоин? Но Павел выделяет тот момент, что люди не прочувствовали, не думали о том, что сделал для них Господь. Они рассуждали по-плоцки, покушать прежде всего, и таким образом были виновны против тела, то есть пренебрегали церковь Господнюю, против тела, которое Господь был распят на кресте Голговском. Это именно это касалось Коринфийской Церкви. И поэтому если мы приходим к тому и то служение, которое заставляет нас, советует нам, чтобы мы порассуждали, подумали в самом себе, внутренности своей, чтобы переступили эти препятствия, которые нам мешают вкусить, как благ Господь, которые мешают нам принять чувствами, знанием, волю свою направить к тому, чтобы прославить Господа, чтобы наклониться пред Ним, чтобы осознать, что Он для нас сделал. Это Павел отмечает. И поэтому, если мы хотим получить, потому что шестая глава Евангелия от Иоанна повествует то, что если мы будем участвовать в этом и есть хлеб и кровь пить, то будем иметь жизнь вечную. И Павел напоминает, что надежда на воскрешение из мертвых. Павел говорит о том, что он принял его и по его стилю, по его поведению он всегда помнил Господа Иисуса Христа и советовал Тимофеевич, чтобы он никогда не забывал. И Бог советовал народу израильскому до конца своей жизни помни, вспоминай, не только на этом служении, но всегда помни, что за тебя Господь так сильно пострадал. Если мы какую получим рану, то увидев кролл, мы же как-то боимся даже этого, но Иисус был довольно много обезображен почти всякого человека, чтобы пролитая эта кровь была не напрасной, чтобы мы могли верою принять эту жертву, верою вспоминать о том и могли переодолевать эти препятствия, потому что многие говорят о том, что я недостоин. Я тоже недостоин. Кто может сказать, что недостоин? Но если мы ради того, что Христос понес эти страдания и мучения, верою принимаем это, мы можем иметь дерзновение участвовать в этом служении. В этом контексте, в этом направлении есть мы согласно учения Господа, что верою мы преодолеваем препятствия. Многие не участвуют в воспоминании месяц, два, полгода, годами не участвуют и еще находятся в таком слабом духовном состоянии и не подкрепляются верою, участвуя в этих служениях, они еще больше ослабевают. Поэтому поощряет Слово Божие, говорит нам о том, что если мы веруем, что это Христос сделал для нас, и мы познали силу воскресения Его, которая проявилась в нашей жизни, то мы, когда будем говорить о том, что не готовы, то мы никогда не будем готовы. Дьявол будет силой тьмы, будет всегда препятствовать. Я встречал человека, который говорит, как только к воспоминанию, у меня что-то получается, какая-то катастрофа, что-то получается, что вера уходит, я считаю себя недостойным. Да, сегодня предоставляется время, ведь не нужно очень много времени, если ты искренне осознаешь, что ты слаб человек, что ты способен согрешать, приходи к Господу и верою приступай к этому служению, Бог освободи, даст силы к жизни, и ты будешь преодолевать эти преграды силою нашего Господа Иисуса Христа. Даже есть такие советы, если ты согрешил против Бога, то можешь сегодня поболиться, освободиться. Это легко делается, если твое сердце направлено осознает, что это страдание, мучение перенес для моего спасения Иисус. Если я это принимаю всей своей душой, всем своим сознанием, это достаточно, чтобы нам примириться с Богом и попросить у Него прощения. В то же время, если мы имеем с кем-то какие-то тяжбы, можно так сказать, пообещай Господу, что после, я буду участвовать, но после этого пообещай Господу, что я обязательно разрешу эти проблемы, с кем я имею, прощения попрошу, а если кто здесь, то можно это сделать и сейчас. И Бог благословляет, потому что Бог дал обетование. Обетование то, что Он пролил кровь свою и для многих, и мы куплены дорогою ценою, и теперь мы не свои, мы принадлежим Господу, добровольно пришли, согласились с этой ценою, которую Господь заплатил за нас, и мы можем иметь силы прославить нашего Господа. Поэтому я думаю, что если мы приложим старание помышлять о Господе, помышлять о том, что Он сделал для нас, и то, что здесь говорится недостойно, если задать вопрос этому слову, на какой вопрос оно отвечает, как, каким образом, каким образом не быть достойными. Павел отметил, что коринфянская церковь не была достойна, и описание поведения этих людей было пренебрежение к тому воспоминанию и к пренебрежению к телу Церкви Господней, к части людей, и это является недостойным. Но мы, если верою принимаем, это дает нам силы, дает нам возможность восстановиться, потому что откуда мы черпаем силу, если мы не будем верою приходить и участвовать в этом служении, мы еще больше ослабим, ослабим духовно, поэтому Слово Божие поощряет нас, и мы пойдем к нашему Господу, и Господь не даст нам камень, не даст нам змею, Он примет нас, Он готов с нами иметь встречу с каждым, каждым пришедшим на это место, Господь любит нас, весьма любит нас, весьма любит церковь свою, за которую Он так много пострадал, поклонимся Ему, призовем Его, расскажем Ему, откроем свою душу, свое сердце, и посвятим воспоминанию Его тяжких страданий в этом служении, да поможет нам Господь, Аминь.